На одной горе в Северном Китае есть участок земли, который не тает круглый год. Его называют холодной землей. Оказалось, что под верхним слоем почвы спрятана область вечной мерзлоты и замораживает все, что находится над ней. Неподвластный климату участок замерзшей земли занимает почти 8 метров горного склона в округе Пинтьюань. Область славится жаркой погодой, и из-за палящего солнца воздух разогревается до 32 градусов. Замерзшему участку земли удается выдерживать невероятные температуры благодаря покрывающему его жесткому слой почвы. Она предотвращает попадание солнечных лучей и таяние вечной мерзлоты, из-за чего земля остается замерзшей круглый год. Да, Аргентина славится своими прекрасными пляжами и жарким солнцем, но на юге страны можно наткнуться на потрясающий ледник Пирито Морено. Он занимает площадь более 258 квадратных километров и постоянно увеличивается. В леднике можно увидеть ледяные арки. Вдруг одна из них ломается и лёд обрушивается в воду. Это совершенно естественный процесс. Арки сначала формируются, а затем разрушаются. И так по кругу. На стеклянном пляже Калифорнии нет песка, лишь разноцветная галька, похожая на драгоценные камни. Она называется морским стеклом. Удивительно, но эти красивые камешки появились из мусора. В течение десятилетий местные жители использовали пляж в качестве огромной свалки. Сюда вывозили стекло, бытовую технику и даже автомобили. В конце концов, штат запретил выбрасывать отходы на пляж. За прошедшие годы волны разрушили весь мусор, превратив его в ярко раскрашенную гальку, которая теперь привлекает туристов со всего мира. Самый высокий водопад в мире – Анхель – находится на юге Венесуэлы. Его вода стекает с одной из самых больших гор в стране и падает с высоты 762 метра. Это в три раза выше Эйфелевой башни. Высота настолько огромна, что большая часть воды испаряется, даже не достигнув земли. Посетители уже на расстоянии более километра могут почувствовать, как на их коже каплями оседает туман. В Шотландии, спрятанной глубоко в лесах, находится Фидич Гленн. Местность выглядит как декорация к древней сказке с поросшими мхом, скальными образованиями и малиново-красными водами. Цвет воды связан с красным песчаником, прилегающим под мелководной рекой. Чтобы туда добраться, вам придется отправиться в опасный поход по крутым холмам и карабкаться по деревьям. Но это стоит того, ведь в итоге вы сможете понаблюдать за солнечным светом, отражающимся от рубиновых вод, и увидеть возвышающиеся скалы этого очаровательного мира. Трудно поверить, что окруженное изумрудными лесами розовое озеро Хиллер действительно существует на нашей планете. Оно расположено в западной части Австралии, и никто точно не знает, с чем связан такой необычный цвет воды. Однако ученые предполагают, что большое количество соли в озере привлекает розовые галлобактерии, которые и придают озеру его оттенок. На небольшом полуострове в Южной Америке находится одно из самых красивых природных чудес в мире – мраморные пещеры. Снаружи они ничем не примечательны, но внутри их стены состоят из гладких, закрученных мраморных образований голубого цвета. На протяжении тысячелетий вода разрушала отложение мрамора, образуя уникальную пещерную систему. Так, благодаря отражению воды, кажется, будто мрамор обладает темно-синим оттенком. Грязевые вулканы Азербайджана полностью соответствуют своему названию. Там их насчитывается больше, чем где-либо еще в мире – около 300. С момента, как люди обратили на вулканы внимание, произошло более двухсот извержений. Грязевые вулканы – это своеобразные формы рельефа, вызванные извержением грязи, воды и газов. Очаги газа вырываются из-под земли и пробиваются на поверхность, всюду разбрызгивая грязь. Кстати, вулканы могут быть довольно опасными. В 2006 году в Индонезии извержения такого вулкана покрыли всю близлежащую деревню густым слоем грязи. Памуккале – удивительный склон с множеством термальных бассейнов. Название турецкого города переводится как «Хлопковый замок». Бассейны состоят из травертина, известняка, который придает склону холма потрясающий белый цвет. Кроме того, камень обладает геотермальными свойствами, превращая бассейны в горячие источники. Всего там располагается 17 бассейнов, и все они открыты для посещения 7 дней в неделю. Температура колеблется от 35 до 100 градусов. Это своего рода природа, версия гидромассажной ванны. Легенда гласит, что дорога гигантов в Северной Ирландии образовалась, когда шотландский гигант бросил вызов ирландскому. Через море была проложена дамба, по которой они смогли пройти, чтобы встретиться. Когда ирландский гигант победил своего врага, шотландский гигант бежал прочь, разрушив дамбу. Все, что от нее осталось, – это самое начало у воды. На самом деле это скальное образование появилось в результате извержения вулкана. Колонны шестиугольной формы образуют лестницу от Ирландского моря к подножию скалы. Самые высокие колонны достигают 12 метров. Дорога гигантов – самое популярное туристическое направление в Северной Ирландии, которое в 2019 году посетил почти миллион человек. Глубоко в шахтах Найка в Мексике можно наткнуться на пещеру кристаллов. Она состоит из огромных осколков ярких кристаллов селенито. Самый большой достигает высоту чуть больше 11 метров и является одним из крупнейших природных кристаллов в мире. Считается, что вода, которая раньше заполняла пещеру, была богата минералами, из-за чего и начали появляться кристаллы. К сожалению, из-за высокой температуры и влажной среды пещеры закрыты для туристов. Даже у ученых должно быть специальное разрешение, чтобы попасть внутрь. Река Пятицветов расположена в колумбийской провинции Мета. Она известна как радужная и славится своими яркими цветами. С лета по зиму она окрашена в желтый, зеленый, синий, черный и красный цвета. Из-за недостатка питательных веществ вода в реке прозрачная, поэтому на дне можно легко увидеть разнообразную красочную растительность. Именно растения придают воде ее многоцветие. В Новой Зеландии можно прокатиться на лодке по красивым пещерам Вайтому. Их стены светятся, как яркие звезды на фоне ночного неба, но эти огоньки не звезды, а черви. Иллюминисцентные светлячки живут в стенах пещеры, придавая ей свечение. Этот вид светлячков не обитает больше нигде в мире. Долина ведьминых труб появилась в Каппадокии тысячи лет назад. Эти необычные скальные образования представляют собой высокие шпили, образовавшиеся из-за извержения лавы. Самая высокая труба достигает высоту 40 метров. Вот уже сотни лет люди выдалбливают отверстия в скалах и делают там дома. Вы даже можете посетить один из множества отелей, расположенных прямо внутри труп. Скала Каменная волна – популярное место для фотосессии в западной части Австралии. Гигантская скала высотой 14 метров имеет форму океанской волны. Миллионы лет сильные ветры и дожди шлифовали скалу, подарив ей необычный внешний вид. Из-за минералов, вымытых из породы, она имеет редкий окрас, сочетание красного и серого цветов. Каменная волна является популярным местом для палаточного отдыха, так как поблизости располагается множество красивых озер, а дикая природа может похвастаться невероятным разнообразием. Национальный геопарк Данься в Китае раньше был признан одним из самых красивых ландшафтов в мире. Парк славится красочными скальными образованиями, известными в народе как радужные горы. Слои минералов и разноцветного песчаника медленно притягивались друг к другу на протяжении 24 миллионов лет, создавая потрясающий пейзаж.